СОФИЯ Здравствуйте Юрий Андреевич, здравствуйте зрители, меня зовут Софи Шайн, по образованию первой специальности я медицинский психолог, я не медик, у меня нет медицинского образования, это такое ответвление в психологии, которое занимается изучением нарушения когнитивных функций, первое место работы у меня было такое психиатрическая больница, там я занималась тем, что проводила патопсихологические исследования, писала заключения, на которые доктор уже опираясь ставил диагноз, а дальше я работала в центре реабилитации, на телефоне доверия, ну тогда я была очень близка к медицине, верила в то, что нам рассказывают, а сейчас я блогер, мое направление это красота и здоровье, я инструктор по гимнастике для лица, в основном этот метод преподносят как способ естественного самоомоложения, но это не только так, ну не совсем так, в 2016 году я познакомилась с информацией о сыроедении, мне было трудно ее принять, в 2017 году я уже перешла на сыроедение, и с 2018 года я фруктоед, я питаюсь плодами, не семенами, не листьями, не корнями, а только плодами, ну вот кратко. Понял, тогда сразу вопрос, что входит в ваш рацион, потому что под понятием плоды многие, ну вернее так, под понятие фрукторианства люди, как правило, понимают только исключительно там манго, бананы и другие фрукты, то есть все, что сладкое, возможно у вас есть не только сладкое в рационе, ну расскажите. Снова моего рациона это помидоры, огурцы и авокадо, ну то есть это база, и апельсин, вот четыре плода, которые у меня, ну практически все время, это, ну вот во всяком случае, когда сезон, да, апельсины, вот сейчас сезон, скоро пойдет клубника, дальше черешня, и вот так, но база помидоры, огурцы и авокадо, это то, что есть всегда в моем рационе. Соль вы добавляете, нет? Нет, нет. Вы воду пьете? Я пью, если хочу, но бывает это очень-очень редко. Ну как редко, например? Ну допустим, после активной тренировки, вот в последнее время я не пью воду уже, наверное, около недели, а так, в общем-то, если я захочу пить, то я пью, ну то есть у меня нет такого ограничения какого-то жесткого по воде. Скажите, а почему вы перешли на сыроидня, дали на фрукторианство, что вас подвигло на это? Состояние здоровья было, ну не очень хорошее, мягко сказать, не очень хорошее, ну в общем-то, как я понимала, что это норма, норма для многих людей. Постоянные ОРЗ, да, грипп, к тому же у меня все время была там хроническая молочница, герпес, раздутые лимфатические узлы. И, ну вот, такое вялое-вялое состояние, апатия, слабость, в общем-то, я не могла выдерживать достаточную физическую нагрузку, ну то есть максимум у меня было это там две тренировки в неделю, от которых у меня потом все болело и отваливалось. Вот. И самое главное, что меня сподвигло, это, ну больше все-таки мое психоэмоциональное состояние, потому что я страдала паническими атаками. То есть у меня были фобии, паники, ну несмотря на то, что вот я психолог и вроде бы как человек, который в этом разбирается, и так получалось, что наука предлагала мне методы, которые я использовала и которые помогали мне в моменте продержаться какое-то время. Ну то есть это вот такой, ну такая, не знаю, таблетка, которая действует, заглушает симптом, но не убирает причину. Скажите, а можно ли сказать так, вот сейчас спустя годы, имея вот опыт свой за плечами, что, ну перефразируя, скажем, великого русского хирурга Фёдора Григорьевича Углова к нашей теме, что наука находится по сути разная, любая наука в плену иллюзий. Я с этим соглашусь, но даже, наверное, не иллюзия, а каких-то выгод может быть, ну иллюзий, конечно же, тоже. Ну, я имею в виду, конечно же, немного иное, это просто название его книги, а так, по большому счёту, то есть те знания, которые наука позиционирует, не всегда оказываются истинными. То есть это знания, основанные по большей части не на практике, ведь практика критерий истины, ну если мы видим белое, мы же не должны на белое говорить, что оно чёрное. То есть по науке люди, которые годы, долгие годы переходят на сыроедение, фрукторианство, даже на веганство, по мнению врачей, науки, учёных, они должны как минимум очень плохо себя чувствовать, как максимум загнуться. А поскольку это не так, и вот вы один из примеров, а таких людей очень много сейчас, и мне пишут, вот ещё будут с другими людьми, примерно такие же интервью, то есть вы вот говорите и заявляете, что вы, перейдя на сыроедение, фрукторианство, вы стали себя чувствовать лучше, вы избавились как раз, наоборот, от многих проблем и физических, и эмоциональных, так сказать, и прочих, правильно? Да, абсолютно. Вот, значит, мы практикой подтверждаем то, что человек может жить без мяса, без высокомолекулярных белков животного происхождения, это так. Ну, а теперь тогда вопрос такой, вы сдавали анализы до, после, какие изменения у вас были, расскажите об этом. Когда я только начинала этот путь, я не думала ни о каких анализах, потому что шла вслепую и была таким, знаете, достаточно внушаемым человеком, и я сейчас понимаю, что я в принципе была очень хаотичной, и вовлекающейся в любую непонятную историю, ну, то есть легко было мной манипулировать, с одной стороны. И поэтому вот я как-то так интуитивно просто шла здесь и не сдавала сразу анализы. Анализы я начала сдавать уже в девятнадцатом году, и тогда показатели были нормальные, стабильные, ничего особенного не выявлялось, ну, кроме каких-то там повышения сои тогда были, я помню. Ну, это любой воспалительный процесс, он тогда, в общем-то, еще мог идти в моем организме. Когда вы последний раз сдавали анализы? Последний раз анализы я сдавала этой весной, вот месяц назад. Так, здорово. И были ли там какие-то отклонения? Да, конечно. Самое главное отклонение – это наш любимый B12, у меня его нет, он у меня отсутствует, а все остальные показатели у меня в норме. Ну, то есть вот эти вот стандартные, да, стандартная там биохимия, она вся в пределах нормы, причем хорошей нормы. То есть и железо, ну, единственное, что ферритин, наверное, вы отдельно не сдавали, да? Я сдавала ферритин, и там, в общем-то, тоже норма, там норма. А, помните сколько? Двадцать? Нет, вот, к сожалению, не помню, но... Хорошо. Такой вопрос, вот по омега-3, ПК, ДГК сдавали? Нет, не сдавала. Ну, как-нибудь сдайте, просто для интереса, да? И, например, К1, К2, Д2, Д3? Нет, не сдавала эти витамины. Вот, потому что Д3, как правило, у всех, ну, это вообще касается, сразу скажу, не только у сраэдов, у всех людей на планете вообще сейчас дефицит Д3, и таблицы уже давно, ну, так сказать, нормы, вернее, пересмотрены, медицины мировой, они снижены, то есть реальная норма должна быть Д3 по верхнюю границу нормы, а не по нижней, но это так, отличение. Понял вас, значит, то есть вы сдавали просто общие анализы крови, вот те самые, ну, и плюс вот заодно решили, поскольку знаете, что надо сдать, это главное у всех на слуху, Б12. То есть он не то, что ниже нормы, а его вообще у вас сейчас нет, да? Есть ли у вас какие-то проявления, вот известные дефициты Б12? Об этом-то и речь, что никаких проявлений, которые перечисляются, причём они в разных источниках разные перечисляются, ни одного из них у меня нет. И при всём при этом нервная система у меня становится лучше, ну, я могу отслеживать, потому что я себя хорошо знаю, хорошо помню. В общем-то, организм работает лучше, выносливость больше, и когнитивные функции, как ни странно, тоже лучше. Скажите, а что с мышцами? То есть вот мышечная ткань, ведь это тоже нам заявляют и говорят и врачи, и учёные, что мышечная масса должна уменьшаться, организм съест себя сам постепенно, потому что ему не хватает белка, откуда брать белок. Мышечная масса у меня достаточно хорошая, ну, как я считаю, но она не такая, как у тех людей, которые употребляют какие-то белки дополнительно. И, конечно же, я отличаюсь. Я достаточно такая субтильная, но при этом я крепкая, потому что физическая нагрузка у меня достаточная. Я тренируюсь практически каждый день. Бывает у меня в день и по две, и по три тренировки, и я нормально с ними справляюсь. А что это за тренировки? Чем вы занимаетесь в плане спорта? Сейчас вот увлеклась пилонным спортом. Это акробатика, ну, не танцы, да, а именно акробатические истории. И там, конечно же, работа со своим весом. Пока еще я слабенькая достаточно, ну, могу оценить, можно быть сильнее. То есть отжимаюсь я слабенько и подтянуть себя на руках я еще не могу, но я никогда не могла этого делать, но я уже близка к этому. Я понимаю, что тело восстанавливается довольно-таки долго, нужно время, я никуда не спешу. Вот, но тренировки даются мне с огромным, ну, они мне приносят огромное удовольствие. То есть можно сказать, что тренировки стали даваться легче, выносливость увеличилась, а за собой вы такое не замечаете, что вы слабеете, а наоборот замечаете, что вы, ну, скажем, становитесь сильнее. То есть, по крайней мере, можно сказать, что мышечная масса у вас не уменьшается, да? Мышечная масса у меня не уменьшается, ну, вот у меня в прошлом году был опыт занятий с тренером, она фитнес-бикини, и мы с ней занимались тяжелой атлетикой, и она удивлялась тому, как у меня быстро идет рост показателей. Но потом я это дело забросила, потому что это достаточно тяжело, ну, то есть я не готова так себя перебарывать. Там, да, да, это тяжелая работа, и я перестала заниматься, я занимаюсь у меня в основном фитнес и вот пилон сейчас. А говоря о физическом состоянии, о болезнях, тех, которые у вас были, вы их знаете как, вот кое-что вы говорили, ну, может быть, сейчас как резюме, или вы перечислите то, что было у вас как болезни, как диагнозы, и как состояние, вот в чем-то оно было, например, ухудшалось, может быть, вы замечали. И тут, что прошло ли у вас все из-за этого, что было, или частично, вот это расскажите. Ну, каждый сезон, абсолютно каждый сезон, это ОРЗ, ОРВИ стандартно, причем у меня был такой период времени, что у меня температура держалась несколько месяцев 37,2. И, ну, а это достаточно неприятное состояние, то есть вялое такое вот, ну, и меня тогда удивляло, что врачи прописывают просто симптоматические какие-то лекарства. Я думала, ну, почему не назначат какое-то исследование, да, что-то обследование пройти. Вот. И вот каждый сезон было обострение, но оно было не такое бурное, то есть у меня не поднималась температура никогда выше, там, 37,5. Не было такого. А вот как раз на переходе это случилось, и я узнала, что такое температура под 40. Потом, тогда у меня регулярно, ну, хронически молочница, кандидоз и герпес, и вот воспаленные лимфатические узлы. А какие, подчелюстные? Нет, паховые. То есть, да. Понятно. Ну, моё тело, оно, знаете, оно, в общем-то, детство у меня проходило так, что я практически не болела, и не была болезненным ребёнком. Но очищение шло через дыхательные пути. То есть у меня постоянно был кашель, и всё время у меня откашливалась мокрота, причём, если вот я поэмоционировала, посмеялась, мокрота достаточно такая густая, в больших объёмах откашливалась. И это было, ну, для меня так странно, потому что ни у кого такого не было, и практически вот всю жизнь это у меня длилось. До сих пор у меня есть эта симптоматика, до сих пор есть этот кашель, но мокрота уже более такая жидкая, ну, вот, и достаточно легко всё это проходит. Я понимаю, что, ну, вот, таким образом моё тело очищается. Ну, исходя из информации, которую, опять же, я получаю из внешнего мира. Так, понятно. Но сейчас вы последние годы, как перешли на сыроедение, вы ещё болели всё-таки чем-то? Первый год у меня было как раз-таки повышение температуры. Тогда первый раз я так оттемпературила, как никогда в жизни у меня не было. А после этого больше не было никаких заболеваний таких, даже, в общем-то, и слабость, и вялость я как-то позабыла об этом, обо всём. Но вот ковидом я переболела. Причём тоже достаточно легко я перенесла его, ну, в плане, как легко. У меня была температура, было зно, была слабость, но я продолжила тренироваться, то есть я не лежала, не страдала. Но я понимала, что вот да, сейчас вот так моё тело проходит вот такой этап. Скажите, а среди ваших знакомых уже, может быть, нынешних друзей, там, товарищей, есть ли люди, которые на таком же питании, какой их опыт, может быть, могли бы рассказать? Ну, конечно, вот с Артёмом мы знакомы. Это мой хороший друг, Артём Кушнарёв. Дмитрий Кутный, мой близкий человек. У нас вообще достаточно большая компания, у нас где-то человек 11, близких таких друзей. Мы общаемся, мы друг с другом делимся тем, что происходит. И у нас примерно одинаковые показатели анализов, вот примерно, ну, там плюс-минус. И примерно одинаковое состояние тела, то есть, в общем-то, всё вот так же. А опыт других людей, ну, я вижу, что да, улучшения есть. Конечно, есть люди, у которых был, ну, неприятный опыт, но с этими людьми у меня не было такого близкого взаимодействия, поэтому я не могу, ну, сказать. Ну, вопросы, конечно же, возникают. А вот по опыту ваших друзей, наверняка вы эти темы обсуждали, что они считают, или, может быть, вы, насчёт того, по каким причинам у людей, у некоторых, не получается переходить позитивно на сыроедение, у них возникают проблемы уже на нём, спустя какое-то время. Юрий Андреевич, вот, вы знаете, я убеждена, что это всё-таки психика. То есть, мы же существа социальные, и нам необходим социум, нам необходимы люди такие же. А если человек находится в семье, где его не поддерживают, а он хочет близости с человеком, а мы соединяемся с людьми через, ну, простые привычки, через питание. И я понимаю, что если у человека, ну, нет такой силы, чтобы повести за собой людей, то он пойдёт за теми, кто сильнее, кто рядом, кого он любит. И это, мне кажется, стандартная такая практика, когда человек выбирает не своё здоровье, а близких людей. Нет, ну, это понятно. А я имею в виду, что когда человек переходит осознанно и вроде бы правильно питается, и поначалу у него даже хорошие позитивные изменения, но потом, спустя какое-то время, год-два-три-пять, у него изникают проблемы именно со здоровьем. И он по этой причине потом отказывается от сыровидения, приходит на тот прошлый привычный в прошлом образ жизни, питание, и ему... Да, я это связываю именно с психикой. То есть, ни с чем другим я это не связываю, потому что, ну, у меня нет такого опыта, да, и у опыта моих близких людей тоже. И я это объясняю так, что человек таким образом... Ну, всё-таки психосоматика, да, наша психика, она достаточно сильная. Мы внушением можем какие-то заболевания вылечить, какие-то заболевания создать. Ну, я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но на своём опыте я убеждаюсь, что это да, это действительно так. И поэтому человек, оказавшись в неблагоприятной психологической обстановке, да, без поддержки, он действительно начинает искать, ну, как бы бессознательно искать способы уйти. И болезнь – это вот такой способ уйти с этого пути. Ну, это, опять же, просто вот такое моё видение, я не претендую, что это вот истинно. Вы имеете в виду, наверное, ещё и страхи, опасения людей, которые возникают в связи с тем, что постоянно этим людям знакомые друзья, родственники говорят, так сказать, что вот, подожди, будет проблема. Это частые, так сказать, а завтра или врачи, люди, которые подвержены такому воздействию, они начинают себя как бы даже подсознательно, вот, так сказать, ну, страшить. И тогда возникает, соответственно, у них всё, что угодно, вот то, что вы говорите, психосоматика, когда на физическом уровне они уже получают какую-то болезнь, страхи, конечно, и стрессы, они пагубны в любом случае. Вот даже, например, Андрей Счастье, да, смотрела ваш видеоролик, мне очень понравился. Но здесь я, ну, у вас своё видение, да, а я всё-таки вижу, что он выбрал окружение, близкое окружение и пошёл туда. Хотя трудно было отказаться от самой идеи. Ну, мне кажется, что это было так. У Андрея Счастье ситуация, там могут быть разные нюансы, но то, что влияет в любом случае, это то, что он относился ко всему таким образом, что ничего нет, проблем нет никаких, мир, который окружает, так сказать, не несёт вообще никаких опасностей в плане вот даже паразитарной. Это очень большая проблема. Я знаю, я знакома с его творчеством, лично я с ним не знакома, но очень много людей, которые даже не связаны с темой сыроедения, есть общие знакомые, которые рассказывали о нём, и я наблюдала за ним, и понимаю, что всё-таки проблемы психологического характера, даже психического характера там имеются. Во-первых, есть, конечно, это видно абсолютно, что есть такие проблемы, но плюс ко всему он не соблюдал правила гигиены вообще. То есть вот те, поскольку, вот люди удивляются, обычные люди, любые, которые даже в быту соблюдают правила гигиены, как им, по крайней мере, кажется, а у них, у детей острицы, аскориды, другие паразиты, потом случайно, или там даже дети, вот задыхаются, маленькие, даже грудные, вызывают врачей, задыхается ребёнок, ему трахею, делают прокол, чтобы дышать мог, оттуда паразиты вываливаются. И Бутакова рассказывала, и я таких примеров знаю огромное количество, и мне писали. Вот, так сказать, вот тогда для людей это шок. А люди не хотят видеть это, считают, что это глупость, считают, что на сыроедении вегетарианстве, веганстве или там фрукторианстве это абсолютно никак не действует, конечно, действует. И поэтому некоторые люди, у кого есть, вот тут уже волей судеб, и кому как повезёт, так сказать, потому что это дело и случая в том числе, ну, опять-таки, смотря какие виды, ведь есть паразиты, которые более-менее безобидно существуют, вялокий кущий, что-то, а есть, которые очень активные и очень опасные, смотря в каких органах, и тканях. И вот я часто наблюдал, когда такие люди, так сказать, смотришь по анализам и думаешь, ну, это говорит о том, что у человека есть паразиты, а он ещё и зубами ночью скрижищет, и слюни на подушку текут, ну, это 100% есть. И потом возникает, то есть, понимание, почему у человека не получилось то, вот, что он раньше, так сказать, у него в начале пути хорошо, всё было позитивно, лучшее изменение в лучшую сторону, а потом пошли обратно, а потому что есть паразиты. И тогда, конечно, часть питательных веществ, а иногда и больше, просто не может усвоиться. Токсичные вещества, которые они выделяют в результате своей жизнедеятельности, травят человека. И много других нюансов. Поэтому вот я всегда рекомендую людям, а многие всё-таки это, к сожалению, недопонимают, эту проблему надо проходить два раза в год, и противоречий тут нет никаких. Причём это касается любых людей, неважно, на каком питании человек. В природе, также естественным путём, все животные на планете потребляют те или иные травы и грибы, например, в северном полушарии, тот самый гриб-лисичка, о котором я говорил, да, где содержится вещество хиномоноза, которое растворяет даже оболочки яиц гельминта, прерывает цикл развития. Так вот, от лосей до белочек, все животные в лесах наших, едят лисички именно с целью антипаразитарной чистки. Плюс травы определённые и иллюди. И поэтому, когда кто-то говорит, начинает философствовать, что это неестественно, это как раз наоборот естественно, потому что и в природе все животные проходят такие чистки. Вот, так что это тоже надо учесть. И это является, как я уже, имея большой опыт, подметил однозначно одной из главных причин неудач на сыроедении вегетарианстве. Вторая проблема. По какой-то причине, ну, скажем так, кишечно-симбиотическая микрофлора, которая в идеале должна работать у всех хорошо и поглощать, ну, потреблять главную свою пищу, клетчатку, живую растительную, и перерабатывая её, в том числе в витамины, в незаменимые, в том числе аминокислоты и так далее, как раз и поставлять нашему организму всё необходимое. Но это идёт не у всех, потому что есть определённые проблемы, опять-таки, определённые бактерии, грибки и так далее, с которыми организм всё-таки у одного иммунитета справится, а у другого нет. И тогда возникают, или, скажем, остаются дисбактериозные состояния, остаются проблемы, ну, это больше на веганстве, потому что всё-таки тогда, когда идёт варёная пища, особенно, например, всё-таки высокие, ну, тоже молекулярные белки, типа бобовые, варёные бобы, например, да, какие-нибудь, а потом человек ещё сладкое поест, ну, это вот идеальное. Это то же самое, что, как говорится, мясо поесть, а потом, вот, то есть, первый, второй, третий компот, как говорится, комплексный обед, а он приведёт к тому, что неизбежно будет брожение, газообразование, которое та же Малышева, например, ну, к примеру, всем известная, которая придерживается трактовок всех официальных медицинских назначений, в том числе и питания, как раз считает это всё естественным. А это неестественно, просто потому, естественно, у тех, кто так питается, по-другому и быть не может. Но когда человек не смешивает то, что несовместимо между собой, то тогда у него, соответственно, и не возникает этих проблем. А дисбактериозные состояния, СИБР, то есть, синдром избыточного бактериального роста и синдром дырявого или перфорированного кишечника, вот эти проблемы вызывают не усвоение многих питательных веществ, и оттуда худоба, оттуда изменение состояния в худшую сторону. Это вторая глобальная проблема многих сыроедов. По большому счёту, я сейчас скажу просто, как напоминание зрителям, где искать ответы на эти вопросы. У меня есть два видео на эту тему, ну, таких основных. Первое называется, почему в наши дни многие не могут быть на сыроедении, вот как раз я эти проблемы указал. Второе видео, почему зожники тоже болеют. Вот, где я это всё как раз поясняю. Поэтому я и говорю, два раза в год всем людям по-хорошему, надо проходить антипаразитарную программу, потому что она как раз, вы понимаете, ведь даже вот человек идёт, просто на улицу выходит, живёт в городе, допустим, есть детские площадки, есть дикие собаки, да, ну, везде есть. Они, как говорится, гадят, дальше это дело всё по весне сохнет, майский ветерок, переносит это на высоту много метров, человек вдыхает и получает, вот это один из способов заражения. А если у человека вообще животное домашнее, ну, та же собака-кошка, которая ходит на улицу и с лапами, ну, тут вообще говорить, или вы с ботинками, и тогда, в общем, это очень просто. И поэтому я советую просто посмотреть, я считаю, одну из самых важных моих лекций для жизни любого человека, это 14-го года ещё лекция, которая называется, вот, паразиты. И именно там я объясняю основные закономерности и проблемы и стадии развития тех или иных главных видов паразитов, которые характерны, ну, вот заражения, паразитозы, вот, в нашей, как говорится, широте, ну, в средней полосе России, а что-то на юге, наоборот, а что-то в Сибири, я там про это тоже рассказываю. Вы, кстати, где живёте? Я в Санкт-Петербурге. Ага. Юрий Андреевич, ну, у меня вот к вам вопрос встречный. А как вы относитесь к информации, в которой вот люди утверждают, что если не создавать благоприятную среду для паразитов, то, в общем-то, их и не будет в организме. Я ещё вот по поводу паразитов тоже хочу своим опытом поделиться. У меня на протяжении практически всей моей жизни была слизь в кишечнике, то есть каждый раз, когда я сдавала анализы, обнаруживалась больших, мне всегда говорили, у вас очень большое количество слизи. А у меня тогда было питание преимущественно белковое. Я старалась увеличивать этот продукт в своём рационе. И очень часто это был лямблиоз. То есть лямбли, это вообще стандартная ситуация. Тут самое главное найти правильную клинику, которая сможет обнаружить, потому что там не так всё просто. Если клиника берёт материал в работу, который постоял какое-то время, больше полутора часов, то там уже ничего не обнаруживается. А вот если взять свежее, то, значит, там находят всех этих наших друзей. Извините, я вас сейчас перебью. Очень важно, а то тут забуду. Надо зрителям это пояснить. Потому что вы уже многое сказали, что требует пояснения. Вот вы совершенно правильно сказали насчёт того, что есть определённые проблемы, сложности в правильной идентификации, так сказать, паразитов. И я даже добавлю, что простую острицу, казалось бы, вот те самые... Вот сегодня мне человек один написал. Я, кстати, хочу в ответах на вопросы подробно ему объяснить. Ну, кратко сейчас. Вот он и пишет насчёт того, что «Да, я сдавал, ничего не обнаруживали». Значит, вот то, что когда люди неграмотные говорят «Я что-то сдавал», это, как правило, кала или там анализы на яйца глист. Так вот, я скажу, что даже примитивных остриц, а это всего лишь один из десятков паразитов, которые есть на территории России, там около ста видов, основных, которым заражаются люди, да, так вот даже на простых остриц неправильно сдают, и даже в советское времена, советские, ну, поздно советские, неправильно уже сдавали анализ. Там надо вот на мазок, на стеклянную колбу, на стеклянную палочку, глицериновый, так называемый, мазок сосков, брать три раза через шесть дней, потому что цикл развития можно попасть не в цикл, когда яйца ты не подцепишь. Поэтому анализ вроде бы нормальный, но вот остриц не показывают. И, кстати, даже не говорит о том, что их нет. Даже они могут быть, потому что я только что объяснил, как надо правильно сдавать. А как сдать анализы на анкилостому, трихинелу, ладно, там это более распространено, потому что кто ест мясо, там это со свининой, с дичью, так сказать, очень часто, да, и симптомы специфические. А вот как сдать, ну, скажем, на шестосому, клонархоз, это очень сложно. Это нужен ИФА, иммуноферментный анализ крови, на антитела к антигенам, вот этим вот паразитам. И каким образом это люди, что сдают? Нет, конечно, они сдают примитивный вот этот самый соскоп, либо кал. Всё, а по этим анализам, ну, один-два вида паразитов можно обнаружить, и редко больше. Поэтому нужен только ИФА. Поэтому вот я и советовал в той лекции своей, но если уж вы хотите определить, потому что есть метод просто устранить их, безопасный, причём метод, не прозеквантель, там, вернее, особенно вот эти вот, вермокс декарис, вот эти страшные препараты, которые приводят к раку, крови, печени и так далее, это уже потом, года спустя выяснилось. Причём, и более того, эти препараты в советское время создавались для определённых видов паразитов. То есть, например, только для аскориды. То есть, понятно, да? А их многие незнающие врачи используют под разные. Теперь я вам отвечу, то есть, от разных видов. А теперь я вам отвечу на вопрос, а то забуду. А может быть, и вы не подскажете потом вторично. Вот вы спросили, а не кажется ли вам, что в чистом организме, там, это, конечно, глупость. Причём, я именно скажу именно так. Я сейчас скажу не то, что мне кажется, а то, что есть на самом деле. Потому что на самом деле существует следующее. Ещё раз вот поясню, хотя много раз говорил. Значит так. Вот ещё, говоря о вирусах, бактериях, грибках, тут можно ещё что-то сказать, что да, порой, иногда иммунитет укрепляется. Вот, кстати, то, что у вас раньше была вяло текущая температура, то есть, длились долгие, низкие, это говорит о том, что иммунитет был ослаблен. А вот когда у вас, так сказать, температура стала высокая, борьба пошла впервые, что называется, 40 или около того, это как раз говорит о том, что стал укрепляться иммунитет, защитные силы. Да, я благодаря вашему видео об этом узнала. Узнали. Вот, видите, как хорошо. Так вот, я к чему это говорю, да, и вот смотрите, это ладно, а когда мы говорим о сложнейших организмах, многоклеточных, порой очень большого размера, с такими оболочками, которые защитными, да, внешними, которые выдерживают любую, ну, в тех рамках, в которых есть среды в нашем организме, и щелочную среду, и кислую среду, кто-то начинает глупости, вот, говорить, писать, алкоголь там, не убьет ли, но сначала человек умрет, должен залиться, спир, заспиртовать его надо, чтобы они погибли внутри нас, то есть человек раньше умрет. Так вот, и то же самое щелочь, некоторые говорят, если защелачивать организм, это значит все, паразитов не будет, я просто поражаюсь, слушайте, это еще раз говорит, тогда надо вот такую щелочь дать, чтобы оболочки слизистые сожглись, ну, то есть человек умрет раньше, опять-таки, чем паразит, поэтому не надо паразиты, то есть гельминты, круглые, плоские, ленточные черви, это не бактерии даже, не вирусы, не грибки, одноклеточные, так сказать, где и мембраны, полупроницаемые, и так далее, да, извините меня, вон анкилостома, человек по траве идет, она кремниевыми мощными зубами, прогрызает кожу, у кого-то даже через мозоли, то есть это многослойные слои, да, вот это эпидермиса, и идет в кровеносную систему, это шестосома через кожу, когда в пруду человек купается, то же самое, поэтому, нет, паразиты, им наплевать, запомните, на иммунитет наш, иммунитет это всего лишь что такое, это клетки наши, это всякие телемфоциты и прочее, то есть по сути это, наши клетки организма, которые могут уничтожить какую-то другую клетку, ну, так скажем, высокомолекулярный белок свободный, или там вирус, грибок, это да, это все понятно, а когда перед нами стоит, ну, знаете, стена кирпичная, а ты пытаешься откусить от нее кусок, ну, это бессмысленно, вот, поэтому никакой иммунитет никогда не защитит, от вирусов грибков, да, от паразитов гельминтов, никогда, это тут разницы нет, поэтому так же, как некоторые, кстати, и говорят, а вот при лечении, как питаться, а это, кстати, не имеет для, вот, истинно скажу, никакого значения, Юрий Андреевич, то есть вы считаете, что нет такого, что вот благоприятная среда, для того же гельминта, да, или неблагоприятная, он может существовать в абсолютно любой среде, и питаться тем, что человек потребляет, поясню, вот аскорида, взрослый особь питается кровью, она пробуравливает стенку тонкого кишечника, и сосет кровь, как вы думаете, у вас же кровь есть у фрукторианки, правда, и у мясоедок, я ответил, да, на ваш вопрос, то есть абсолютно наплевать, и это, еще раз говорю, не мнение, это истина, ну, то есть законы природы, вот, кровь пьет, вот пока у человека кровь есть, ему, этому паразиту, наплевать, например, аписторх, аписторхоз, очень серьезное тоже заболевание, это такой плоский червь, не очень большого размера, который, как правило, люди получают с рыбой, не прокопченой, плохо просоленой, сырой тем более, очень распространено заболевание в Сибири, очень, и вот, живет этот паразит в печени, он питается клетками печени, живет до 40 лет, то есть человек мог, еще будучи на том питании, да, получить его, не знать, ну, клетки печени быстро регенерируют, если это одна особь, две, как правило, человек живет и долгие годы ничего не замечает, хотя его потенциал жизни уходит, и иммунитет ослабевает, вот, а, так сказать, как его убрать, очень сложно, и представьте, ведь у вас есть печень, и у мясоеда есть, и у фарактерианца есть, и у всех есть печень, и пока есть печень у человека, плевать ему, ну, слушайте, это надо убить печень, сначала, чтобы его выгнать, либо, вот, в том-то и дело, что есть определенные горечи в природе, кара осины содержит экстракты определенные, опять-таки, в природе все это есть, да, ну, я не говорю сейчас о химии медицинской, можно убрать даже аписторха, так вот, я тем самым ответил вам уже второй раз, да, что не имеет значения для человека, на каком он питании, если есть такие виды паразитов, которые специфические по питанию, и попав к нам в организм, они будут есть то или иное, и совершенно не важно, на каком питании человек, то есть это иллюзии, просто очень важно, чтобы человек сам себя не обманывал, не успокаивал, ну, если он не прав в чем-то. Вот у меня такой вопрос, почему у людей, живущих в одной семье, вот, сдавали, да, анализы, друзья, просто мы все это тоже проверяли, количество гельминтов разное, ну, то есть это не говорит, да, об отсутствии, а именно, вот, люди находятся на одинаковом питании, но при этом количество гельминтов в их организме разное, у одного человека их совсем маленькое количество, я сейчас говорю о лямбли, про лямбли, да, лямблиоз. Давайте делимся, лямбли это не паразиты, лямбли это многоклеточные организмы, но это протозоидные, простейшие, ну, вот, как трихомонады, так вот, что я хочу сказать, что они лечатся и натуральными методами, мерами, а почему, например, вы говорите, разное количество, ну, тут нет ничего удивительного, ну, во-первых, надо сравнить возраст, рост, массу тела, если это действительно вообще один тип питания, то объем питания надо сравнить, надо сравнить хронические заболевания, надо посмотреть, нет ли проблем, например, с дискинезией желчеводящих путей, каких-то, так сказать, других проблем, которые вот могут служить причинами, как раз, что размножаются они лучше или хуже, опять-таки, в какой-то, тут иммунитет тоже очень опосредованно влияет, но влияет все же. Но все-таки работа всего организма, она влияет на все это. Да, но однако, видите, вы и сами знаете, однако вы и сами видите, что все-таки есть такие проблемы, да, и даже, видимо, вот поскольку вы спрашиваете, вероятно, конечно, и у сыроедов, ну, так сказать, тоже. Нет, это у людей на традиционном питании, у нас, ребята, я вот планирую сделать так, чтобы мы все сдали эти анализы, потому что это действительно очень любопытно, есть ли глистные какие-то существа в... Ну, глисты, конечно, есть, я много раз просил, люди сдавали, и глисты, конечно, есть. Кстати, можно сдать, пройти... У людей, которые питаются только фруктами, да? Значит, у людей, которые питаются только фруктами, только овощами, ну, вы в основном овощами, просто по привычному, все-таки, вот помидоры, огурцы, как бы авокадо, это, в общем-то, люди считают овощи, да, все-таки это не апельсины и виноград, ну, то есть, не сладкие, по крайней мере, фрукты, вот, это очень хорошо, кстати, что вы так питаетесь в основном, то есть, потому что сахаров не так много, потому что те, кто питается вот реально только фруктами, сладкими, там есть проблемы, будут со временем, как правило, у всех. Я таких людей не знаю, в моем окружении все едят вот примерно одинаково, то есть, так, чтобы ели только сладкие, это невозможно, потому что, ну, организм, он же подсказывает. Такие люди были, есть, и вот именно они получают определенные проблемы, все-таки связано с высокими сахарами, как ни крути, это, особенно, кто при этом еще двигается, или с возрастом меньше двигается, вот тогда возникают сразу проблемы, так же, как есть люди, которые там, вы знаете, была мода на соках, свежевыжатых, фруктовых, ну, или там просто люди жирели, опухали, возникали отеки, то есть, вот эти проблемы, которые связаны с высоким сахаром, инсулином, инсулинорезистентностью, ну, а дальше другими проблемами, вот. Ну, вы спросили, я не до конца ответил, да, так вот, про лямбли, все-таки лямбли, штука серьезная, есть она у всех, я наблюдал, то есть, вообще независимо от питания, и кстати, сразу тут скажу, потому что вот про это я что-то действительно тоже забываю, в последнее время говорить, вот эта антипаразитарная программа, про которую я все время твержу, ну, где входит, куда входит гриб, лисичка и другие, и травы в том числе, в виде экстрактов, так вот, она работает и по лямблиям, то есть, и по паразитам, и по лямблиям, вот. Другой вопрос, что есть паразитические, скажем так, организмы очень серьезные, там, уреоплазма, да, там, токсоплазма, это не паразиты тоже, да, но это очень уже сложнее, а сдавать анализы, я вам это скажу, сдайте, пожалуйста, например, ну, вот, чтобы действительно понять, ну, хотя бы биорезонансное исследование. Я не доверяю этому методу, мне нужно такое, чтобы это действительно было что-то материальное, и я могла это... Хорошо, да, послушайте, я вот говорил в своей той еще лекции 10, 9, 8 лет назад о том, что я советую сделать так, вот, сдаете сначала, биорезонансное исследование, либо аналоги, вот, например, то, что делают в кораллон-клубе, метод фоли, это там очень близкие методы, врач там или специалист, кто это исследует, находит определенное количество там паразитов, грибков, бактерий, вирусов и так далее, а потом из того, что нашли, потому что этот анализ может показать исследование, то, что есть, действительно может, и то, что было, но нету сейчас, но остался волновой след, то есть сейчас этого нет, но когда-то это было, а он покажет, и вот тогда уже пересдать чисто на такой материальный, материалистический такой анализ, лаборатория официальной клиники, медицинской, ИФА, иммуноферментный анализ, все, вот он, но сдать не все, потому что ведь там вы придете, вам скажут, на что вы хотите, это значит, ну вы можете перечислить и 100-200 тысяч заплатить, поэтому, вот вы уже будете знать на что, и вы из этого списка, что вам найдут, сдайте хотя бы на это, и вот тогда вы будете точно знать, есть это или нет, вот такой совет. Интересно, спасибо большое, да, воспользуюсь, я так, наверное, и сделаю, потому что, потому что, на самом деле, мне ведь не важно защищать какую-то свою правоту, я ведь как себе объяснила вообще, вот, все это сумасшествие, да, ну, это исследование, я услышала эту информацию, много разных мнений, и как мне узнать, где действительно правда, я могу это проверить только через себя, и проверять нужно действительно честно, то есть нужно проводить различные анализы, нужно смотреть, нужно наблюдать, нужно фиксировать свое состояние здоровья, конечно же, я это сделаю, я воспользуюсь этим, то есть, то есть биорезонансный метод, вы считаете, нужно использовать только для того, чтобы определить, на каких конкретно существ мне нужно сдать анализ. Да, как первую ступень, как первое звено, потому что иначе это будет гораздо сложнее, дольше и дороже, вот и все, значит, это вот во-первых, а во-вторых, я хочу сказать, вот видите, вот этим грешат некоторые люди, которые считают, что поймали Бога за бороду, если так можно выразиться, вот как Андрей Счастье, это огромное заблуждение, высокое самомнение, это тоже заблуждение, ну, то есть, нехорошая штука, так вот, и я, вот вам, я надеюсь, именно доказал, аргументированно то, что, ну, например, вот с точки зрения просто логики, да, если аскорида, ну, научный факт, научный, медицинский, она пьет кровь, поэтому, ну, попала в организм, прикрепилась, наплевать на каком вы питании, понимаете, какой у вас иммунитет, потому что иммунитет, это маленькие клеточки, которые ничего не сделают большому организму, ну, это как, знаете, с таким деревянным долото, с деревянным, пытаться каменную стену Валамского монастыря разбить, понимаете, вот то же самое, это бессмысленно, вот, это так же, как вот, например, так сказать, даже я не знаю, с чем еще сравнить, ну, проползет по руке кузнечик безобидный у вас, он вам кожу не повредит, вот то же самое, поэтому, это, это, это не мое мнение, не ваше никакое, это вообще наплевать на мнение, это истинно, просто факты, как есть нас, или как описто, я бы мог много примеров привести разных, ну, например, там человек вот съел мясо, ну, кто ест, кто ест, свинину, и подцепил трехинеллу, о, там, ну, там мышечная страшная боль, при этом он не может пушить, так они окукливаются, создают такую кальцевую оболочку, я, ни одной химии на планете, то есть, ничем вообще их не убрать, понимаете, вообще ничем, то есть, только, или там резонансное разрушение, точечное, это очень опасный метод, вот, именно, как исследование можно, но никак применять для удаления, уничтожения паразитов, там ведь это влияние идет и на клетки, все соседние, вот, это я не советую, но, да, или это операции, или, например, эхинококковая киста, ольвеококковая, это только хирургическая операция, я знаю людей, молодых, сильных, боли от этого, это, потому что похоже на онкологию, но, конечно, она не метастазирует, но удалить никак, кроме хирургической, невозможно, поэтому, это очень, я поэтому говорю, вот, посмотрите все мою лекцию, от, по-моему, мая, какого-то 14 мая, ну, условно, 14 года, и вот, она четырехчасовая, длинная, ну, это на вес золота лекция, которая откроет понимание, как вот человек, например, может заразиться, от кого, какие правила гигиены стоит соблюдать, это войдет в такой простой обиход, ну, как зубы чистить, то есть, непринужденно, просто это надо знать, а не плевать на это, или не отмахиваться, как это отмахивается тот же вот, раньше, по крайней мере, Андрей Счастье, или там, Милованов, то есть, от этого ума ведь тоже не прибавится, вот, а это, знание, это штука, понимаете, есть мнение, а есть знание, вот, мнение, это ничто, а вот знание, это, да, оно же основано на, вот то, что, на констатации фактов, на констатации фактов, да, на фактах, а первично на фактах, да, на абсолютно. Почему я так зацепилась за это мнение по поводу среды организма, потому что, тогда у меня были лямбли, да, сейчас я сдаю анализы, и у меня нет лямбли, вот, поэтому, ну, я поняла сейчас, что это речь идет о других организмах, поэтому нужно еще и посмотреть, да, конечно, дело в том, что по типу питания лямбли, то есть, их можно избавиться, то есть, есть обстоятельства, факторы, возможно, вы когда-то какие-то травы пропили, мы не будем сейчас гадать, там очень много, может быть, нюансов, которые действительно, ну, легко объяснят, почему лямбли, это не так сложно. Дело в том, что я проходила, простите, пожалуйста, что перебиваю, я проходила лечение, агрессивное достаточно, мне прописывали таблетки, и после лечения, они все равно у меня оставались, а это как раз ничего удивительного нет, да, еще раз говорю, вот почему-то даже врачи думают, что те таблетки, которые по методичкам у них препараты, они прописывают своим пациентам, они универсальны, а они порой не универсальны, они бьют определенного вида какого-то паразита, то есть, создавались они под один, а они их используют под всех, например, круглых червей, а они действуют только на аскориду, например, а на таксокару уже не действует, а это собачьи аскориды, так называемые, кстати, речь сейчас именно о лямблех, Юрий Андреевич, речь именно о лямблех, то есть, не о других организмах, да, лечилась именно от них, и они остались, уже не в таком большом количестве, вы тогда были на обычном питании? Да, тогда я была на традиционном питании, и вот такой у меня был опыт, причем я проходила это неоднократно, а вот уже когда я питаюсь только фруктами, такой проблемы нет, то есть, я сдаю эти анализы, но при этом я не прохожу, ну, программы никакие, да, ну, вот, но, есть, есть один момент, вот, один момент, я употребляю острый перец, может быть, он влияет, какой перец? Ой, халапеньо, птичий глаз, ну, то есть, чили. Я вам объясню, почему у вас получилось, безусловно, это связано с этим, тут два фактора, во-первых, вы раньше кормили своих лямблей той пищей, продуктом распада этой пищи, которую вы ели, а когда вы перестали эту пищу есть, им уже хуже жить стало, тяжело, им не хватало пищи, они были ослаблены, а вы их добили просто тем, что, вот вы сказали, разными видами перца, которые, конечно, содержат те вещества, которые гонят, ну, например, всем известно, что даже, есть разные, не будем называть врачи, ну, у всех на слуху многие, которые советуют, например, вот, например, от грибков некоторых, гвоздику использовать, перец тоже входит в некоторые чистки, так что ничего удивительного, куркума с черным перцем, например, вот, это никак не повлияет на паразитов, ну, почти ни на каких паразитов, только чуть-чуть уменьшить может численность, например, астриц, то есть тех паразитов, что в кишечнике, а представьте, ведь многие паразиты не только в кишечнике обитают, скажем, например, даже личиночная стадия тех паразитов, взрослые особи, которых обитают в кишечнике уже до конца своих дней, а личиночные стадии могут быть, передвигаться по кровеносной, лимфатической системам, и, например, та же таксокара, личинка ее прозрачная, которая не видна ни на каких рентгенах исследованиях, она живет на глазном дне человека, и вот я рассказывал, даже объяснял, когда брали, накаляли сковородку, туда сыпали определенную траву, ну, в тех лекциях есть, не буду говорить, чтобы людей заинтересовать, посмотреть, и у них просто из глаз начиналось слезотечение, и выходили эти паразиты. Юрий Андреевич, они могут присутствовать в организме, и это протекает бессимптомно, то есть человек не знает о том, что у него есть паразиты, он живет, ну, как бы ему кажется, что нет симптомов, наверняка ведь как-то они влияют на человека. Часть паразитов могут жить и бессимптомно, это может проходить, разве что какая-то у людей может быть усталость, вялость, конечно, это могут быть симптомы многих проблем, но и паразиты в том числе. А есть такие паразиты, когда вы всегда узнаете по характерным симптомам, например, один из них я уже сегодня сказал, что вот если человек, у него зубы скрипят, но сам он приспит, не слышит в ночь, а вот жена или муж наоборот слышит, что скрипят зубы. Или у ребенка. Это, кстати, очень распространенная проблема, мне известно, как преподавателю гимнастики для лица, действительно, у людей вот бруксизм, это сейчас проблема. И как решают это врачи, ну, я просто хочу поделиться тоже опытом, вот они просто колят ботокс в жевательные мышцы, представляете? Ботокс в жевательные мышцы, боталотоксин, яд, который отравляет мышцу, и вот таким образом решается вот эта проблема. То есть, вместо того, чтобы разобраться человеку, в чем же проблема, и решить ее по-настоящему, да, глубоко, убрать проблему, вот таким образом у нас врачи поступают с этим. Вот поэтому я во многих своих лекциях говорил то, что сейчас вам повторю и скажу, что вот врача, его профнепригодность в этом смысле, можно узнать очень просто. Если, например, врач обследует человека, ребенка, женщину, мужчину тем более, и у него обнаруживается, например, дефицит железа, и, например, ну, железа хотя бы, гемоглобина, железа особенно, а при этом человек, тем более на обычном питании, а это сплошь и рядом есть, ну, на обычном питании, а у него, например, проблемы с же, ну, у него нет язв, у него нет огнестрельного ранения, из которого кровь течет, нету ничего этого, то это гарантия того, что у них есть аскориды, либо какие-то другие паразиты, или и те, и другие, например, аскориды или амблии. И, если врач при этом не говорит, срочно сдавайте исследование, вот на аскорида, амблии и так далее, и так далее, пишет ему направление, то это профнепригодность. Вот и судите, насколько врачи современные профпригодны или непригодны, потому что другой причины наличия дефицита железа, тем более, если человек ест мясо, ест, если, а таких очень много людей, это быть не может. Вот то, что вы сейчас привели пример, то есть то, что они пытаются устранить, просто следствие, а причина скрежет из зубов, и причина того, что текут слюни сбоку на подушку, когда человек спит, так сказать, на боку, например, и у него течет слюна, это говорит о том, что у него на 100% из 100, то есть не на 99, а ровно на 100 из 100, есть острицы. Вот, я привел сегодня этот пример, поэтому, когда я говорил вам, вот вы спрашивали, есть ли характерные признаки, есть, это один из них, а все остальное, про признаки, я подробно рассказывал, вот, в видео, 14-го года, 4-х часовом видео, о паразитах, которые я считаю, я очень большой труд потратил на создание этого видео, я считаю, что там слайды, там все, что каждому человеку, кому дорого здоровья, ну, и с разумом человек, если дружит, то вот ему надо посмотреть, это просто вот важнее, чем то, что он пойдет, сейчас что-то будет делать, смотреть, тем более телевизор, это, ну, просто вот это, мне обидно за людей даже, что просто не понимают, нет, знали бы, каждый бы посмотрел, вот если бы человек понял, вот действительно всю значимость, люб, все бы посмотрели, ну, вот я советую, пользуясь случаем, как раз и в этом видео, об этом сказать, вот, так что, эта проблема есть, она может быть у кого, вот сыроед же может пойти ногу сломать, не дай бог, ну, побежит, упадет в канаву, куда-нибудь там кубарем свалится, и даже вот инвалидом стать, позвоночник перенул, ну, все могут, ломала ногу прошлой, не ногу, у меня пятая лучевая кость была сломана, и я как раз уже была на фруктах, и как срастаются кости, кости срастаются хорошо, очень быстро, все в порядке, то есть я не ела никаких там дополнительных коллагенов, кальциев, кость сама срослась. Просто единственный момент, вот если бы вы не ели огурцы и авокадо, то, скорее всего, она не так хорошо срослась, поскольку ели, да, но это связано с теми минералами, которые там есть, и не только. А вообще удивительного здесь ничего нет, люди вот думают, что крепость кости и ее скорость заживления, это, так сказать, ну, только кальций, правильно, витамин D3, да, это правильно, но далеко не только это, ведь есть такая штука, как закисление организма, и белок казеина, или там, ну, молочный белок, или, скажем, белок мяса и так далее, это же азотистые соединения, они сильно закисляют среду, а если среда закислена более, чем нужна, в пределах, в которых вот эта норма реакции существует, то есть, в пределах, в котором существуют данные признаки, протекают биохимические процессы своей норме, а в основном, напомню, все среды организма слабо щелочные, почти все, то организм закисляется, и чтобы ввести, привести его, вот этот гомеостаз, в норму реакции, то организм вынужден откуда-то брать кальций, в первую очередь, как щелочной элемент, и не только кальций, и многие другие щелочные элементы, магний, там это, и, соответственно, он берет откуда, в первую очередь, из кости, если не поступает с пищей, он берет из резерва, из кости, и поэтому причина остеопороза, и некоторые люди просто в шоке от этого, это как раз от потребления, в первую очередь, самых сильных закислителей молока и молочных продуктов, именно поэтому Дания, Норвегия, Швеция и так далее, те страны, где исторически молочное животноводство развито дольше и больше, самый высокий процент остеопороза на планете, вот, и ничего здесь удивительного нет, и напротив, когда человек перестает есть те продукты, которые закисляют организм, более всего, ну вот как раз все животные белки, то тогда у человека как раз проблем не будет в этом плане, а если он ест еще зелень, ну тогда у него быстрее еще в разы происходит заживление, зарастание костной ткани, у меня на эту тему есть одно или два видео, где как раз я даже говорил, как быстрее, а вообще, если у человека перелом, я сразу скажу, мой совет, есть больше зелени, естественно, жиры, ну хотя бы авокадо, плюс ко всему, обязательно Д3 дополнительно принимать, натуральный, ну вот, например, у нас есть из лишайника, то есть он и веганский вариант, и, ну то есть, не синтетический, что очень важно, то есть это не химическая промышленность работала, создавая аналог природный, да, это именно Д3, полученный из симбиотического организма, ну это смесь, скажем так, мхов, ну водорослей и грибов, скажем так, водорослей и грибов, это лишайник, так вот, а еще там же К2, а вот для чего нужен витамин К2? А чтобы удержать кальций в кости, и если К2 не хватает, то как раз вот еще причина, почему кальций уходит из кости, это дефицит витамина К2. К2 довольно-таки редкий витамин, он, да, синтезируется бактериями, и он синтезируется при квашении, то есть вот та же квашеная капуста, простой дешевый продукт, ну если она без сахара, вот там как раз много К2, вот в частности, ну это просто для примера, а вот дефицит К1, например, это когда вот зубы чистят человека, у него десна кровоточат, или он в носу поковырялся, а у него уже кровь течет, это можно просто не сдавать анализы, ну это гарантированно, вот так же как с острицами я рассказывал, то есть признаки, признаки, это дефицит витамина К1, видите как, а вот например, такие люди как раз как Андрей Счастья или Милованов считают, что все это глупости, только лишь по своей как раз вере, а поскольку это истина, а истина это потому, что оно срабатывает на 100% из 100% всегда, ну то есть грубо говоря, или вот пример, вот мне писал человек письмо, он спортсмен, все перешел на сыроедение, все у него лучше, но сдавать стал анализы, у него дефицит B12, но он побоялся, что у него дефицит был, что он стал делать, он просто купил метилкабаламин, он стал его под язык, он принимать, и у него что? B12 поднялся, есть B12? Конечно, есть, коли мы видим результаты исследований, правильную меру, и как результат применения правильной меры, подъем показателя, ну и так далее, то есть вот, но есть люди, которые все огульно хотят, вот сказать, ничего этого нет, ну это человек расписывается своей дури, как минимум, по крайней мере. Про B12 на самом деле очень интересно, почему нет симптоматики, хотя он отсутствует? У меня есть предположение, то есть поскольку я верю вот тем людям, и вам в том числе, вот которые говорят, я уже многих людей таких знаю, которые говорят, вот действительно колоссальный дефицит, либо вообще, ну вот как вывод, я не встречал людей, пока что вообще нет, ну многие не сдают просто анализы, я вот сейчас прошу всех, кто долго на сыроедении фрукторианстве, сдать обязательно, да, это очень интересно, даже для того, чтобы может быть доказать научно, то предположение, которое я сейчас скажу, а предположение такое, возможно, человеку, который на традиционном плюс-минус питании, ему для определенных, скажем, функций организма необходимо большее количество B12, те люди, которые убрали эти определенные, скажем, не то что процессы, но факторы, которые требовали наличия тех или иных витаминов, вот они убрали, ну по крайней мере, B12 касается, с D3 там, конечно, наблюдаются проблемы, это мы говорить не будем сейчас, B12, я такое слышал, что вы говорите, то тогда, наверное, человеку просто не нужно такое количество B12, так же, как с Артемом, вот у него, например, низкий тестостерон, он говорит, у него все в порядке, но у него и женские гормоны, ну естественно, они есть у всех, как и у женщин мужские, ну у него тоже в пропорции меньше в разы, чем норма, и вот тут-то вот дело в пропорции, я полагаю, потому что, с одной стороны, мы видим факт, что у него проблем нет определенных, а с другой стороны, мы видим, что снижено, но снижено не просто так, что все гормоны в норме, а только один, а они пропорционально снижены, а это значит, что ему возможно, просто при его сейчасшем, биохимии и физиологии, просто не нужны, и организм так отрегулировал эти гормоны, привел их в другое физиологическое равновесие, состояние при его биохимии нынешней, то же самое может быть с B12, вполне, а иначе как объяснить, что действительно люди прекрасно себя ощущают, не испытывают те симптомы, а другое дело, когда вот, например, человек на обычном питании, у него, допустим, паразиты, у него большие потери крови, например, аскорида есть, или там широкий лентец, бычья цепень, пища просто из кишечника, только лишь частично, ну, ее питательные элементы попадают в кровь через тонкий кишечник, а часть забирают себе вот эти паразиты, и тогда у людей возникают дефициты, а у них при их питании, их биохимии, эти дефициты обязательно приводят вот к тем самым клиническим состояниям, и сердце, и инфаркты могут быть, и все что угодно, вот, так что вот такая штука, есть еще третий, то есть другой момент, есть такие сыроеды, и очень много, особенно раньше, которые, это описано, вот они действительно сыроедные, у них дефицит B12, у них были эти симптомы, и поэтому тут надо смотреть, то есть нужно разбираться, а для этого, а по такие исследования никто не проводил, нужно просто, чтобы люди, как я дал совет Артему, и вот другим товарищам, тоже публично сейчас прошу, тех людей, кто давно уже на сыроеде фруктурианстве, сдавать, вести, ну не полениться, раз в три месяца, дневник, писать основные, вот эти пять пар, о которых я говорил, сейчас я их еще раз перечислю, B12, и гомоцистин, сдайте обязательно гомоцистин, не повышен ли он? И немножечко был повышен, чуть-чуть. Ну вот это всегда идет в паре, потом, значит К1, К2, два разных витамина, D2, D3, два разных, омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, а именно две из них, только две, ЭПК и ДГК, и потом пятая пара, это ферритин и железо, ну еще конечно, желательно тестостерон, да, вот этот очень интересный анализ плотности кости, да, и, так сказать, прочее, вот то, что было сказано, ну действительно широкие анализы провели вот этот доктор Греков у Артема тогда, я вот советую примерно по аналогии, вот то, что было обнаружено у Артема, как дефицит, сдать, ну мужчинам свои анализы, ну там по гормонам, остальное все одинаково, женщинам, соответственно, то же самое и женские гормоны, и тогда просто будет сопоставление, и плюс к тому, если историю человек выпишет свою, то тогда можно статистику собрать, и вот на основе анализа статистики выдвинуть предположение, которое будет, ну близкое к истине, или абсолютно, или почти, это как раз причины, почему и да что, тогда можно уже будет направить эти причины исследования, даже с точки зрения науки, разобраться там лабораторно, и медицински, потому что многие врачи сейчас, которые говорят, ну что ж, я верю, что вы не врете, но тогда я не понимаю, что происходит, вот это честная позиция, потому что если врач или ученый, там честный, порядочный, не видит картину, но не понимает, почему, ну учился он, и по логике вещей должно быть так-то, то есть причина, следствие, дефицит, значит такие-то последствия, а у человека нет таких последствий, значит нужно что-то заново изучать, или по крайней мере глубже, дополнительно, но для этого и люди должны помочь, ведь таких людей не так много, относительно общей массы, людей, крошечный процент, но тем более я имею ввиду, не те, кто пробовал быть на сыроиде, не соскочил там через полгода, а я говорю о тех, кто годы, и вот тут-то очень важны эти исследования, поэтому я приглашаю, вот для этого людей, сделать так, вести дневник, левая колонка, например, то, что кажется, каждый день выписывать справа, объективно, точно, раз в три месяца анализы, и где были отклонения от нормы, вот каждый раз выписывать, более того, посмотреть, какие должны быть симптомы, указывающие на вот эти дефициты, последствия, как должны проявляться дефициты, тех или иных веществ, и смотреть, наблюдать, нет ли, выписывать, ну и, соответственно, потом вот будет такой собран, очень важный, ценный для науки материал, это не сложно, вот Артём обещал, что он будет это делать. Я думаю, что надо это делать, Юрий Андреевич, ну вот ещё, ваше мнение интересно, наверняка вы тоже слышали такое, что некоторые вещества, являются вообще ненужными нашему телу, они существуют, да, они есть, ну, например, такой как Б12, может ли быть так, что это действительно какое-то балластное вещество, которое наш организм научился вот каким-то образом просто использовать? Не согласны, да, вы с таким? Ну, я думаю, что нет, скорее всего, всё-таки дело в другом, а нет, потому что есть абсолютно, понимаете, вот когда, например, человеку, у него острые показания, острые показания, ему вкалывают до 12, у него просто в этот же день улучшается состояние то, где были как раз большие отклонения, связанные с нервной системой, с сердечно-сосудистой системой, то есть он чувствует, просто чувствует изменения сразу. И это говорит о том, что всё-таки Б12, конечно, нужен. Но тут ещё, я не то, чтобы сейчас с вами спорю, да, или противопоставляюсь, я просто вот делюсь своим мнением, тут ведь ещё может быть момент плацебо-эффекта, ведь люди, люди у нас достаточно внушаем. Нет, значит, дело в том, что и в 60-е, и в 70-е годы, это было известно, люди тогда вообще не думали, что это такое, доверяли вообще ничего не изуществ, простые люди ничего не знали, они просто доверяли, а что, витамины проколоть, или что-то ещё, вот просто, это как фильм «Покровские ворота», когда это, а витаминизация виновата, или что-то такое, то есть шли просто вот надо и надо, потому что так надо, то есть никакого плацебо, нет-нет-нет, тем более тут были исследования с плацебо и по B12, типа это всё как раз проходило научно, не-не-не, это вот 100% надо исключить, а ПСА это вообще исключено, то есть всё-таки нужно, всё-таки нужно, другой вопрос, что я предполагаю, что вот люди с другой биохимией, когда для каких-то промежуточных реакций, или определённой физиологии, для одних людей нужно много, а для других очень мало, этого мало, или почти мало, нет, хватает, вот это может быть, но это предположение, а чтобы точно выяснить, вот нужно, так сказать, провести такие самостоятельные, очень несложные исследования, аналитику, потом можно будет выстроить на основе этих вот таких простых исследований, вот, но уже, уже мы, что можем сказать пока, пока точно можем сказать, что как минимум, вот эти количества В12, значит, преувеличены, их необходимость, но опять-таки, только для кого? Ну, значит, только для людей, которые, вот, перешли на сыроедение, и долго на нём находятся, и вероятно, ещё при этом, вот, это тоже очень важный момент, не имеют тех паразитов, тех, которые, которые, если бы они были, то это бы сказывалось, хотя, впрочем, вот как раз и можно проверить на вас сейчас, если, предположим, вы пройдёте исследование, а у вас есть, например, аскориды, предположим, аскориды, тогда, и при этом у вас всё-таки низкие, ферритины, вы бы давно не сдавали, сдайте, тогда мы можем говорить, что это из-за того, что у вас всё-таки аскорида, и в этом случае у вас поднимется, когда вы пройдёте антипаразитарку, при том же питании, у вас поднимется В12 и ферритин, Вот это можно, например, проверить То есть это вот сразу Да, это интересно, это интересно проверить Конечно, конечно, да И всегда увеличить можно Ну, причём мерами, которые не противоречат сыроедению Ну, та же формула «Моя кровь» на основе трав Бестемпературная, ну Ну, это уже противоречит фруктоедному, да, течению Здесь как бы хочется двигаться именно в этом направлении И проверить именно эту теорию Всё-таки, во-первых, это сыроедные Даже это не варёные компоненты А иначе бы они не действовали Вот, и в железо они ферритин поднимут Хотя можно попробовать поднять и так Но, я говорю, про антипаразитарную паразит Если есть паразиты, ну, они у всех есть Просто люди не обследовались И у кого-то просто, может быть, мало повезёт Вот у Артёма, может быть, мало И тогда ему повезёт У него нет серьёзных паразитов каких-то особо опасных Нет у него аписторхов или ещё чего-то Ему просто повезло в этом смысле А другой человек, он точно так же работает физически На сыроедении, всё молодой А у него есть проблемы И выясняется потом, что у него есть такие паразиты Или два вида, три вида паразитов Конечно, у него будут проблемы Ему не получается достичь таких результатов И это, как правило, в этом проблема Безусловно, есть ещё такие заболевания серьёзные Какие-нибудь аутоиммунные Которые, допустим, не проходят до конца И всё равно есть и влияют Это, конечно Так что здесь факторы разные Вот именно этим обусловлено то, что Некоторые говорят, не всем подходит сыроедение Оно всем подходит сыроедение Просто у всех есть разные проблемы Из прошлой жизни И вот именно наличие этих проблем И не устранение их в полной мере Обусловливает то, что человек пока не может Или, так сказать, у него есть побочные эффекты, результаты Вот, а у другого нет Вот только в этом А так, ну, естественно С точки зрения даже логики В природе не едят варёную жареную пищу Никакие животные Биохимия одна и та же Процесс биосинтеза белка идёт одинаково Что у нас, что у антилопы Или кролика Это вообще значения не имеет Поэтому тут вопрос в другом В типе питания, в виде питания Вот в этих вот как раз факторах Которых очень много антропогенных То есть, например, отравление тяжёлыми металлами Радионуклидами, кстати Вот мы ещё и не эту тему Есть две главных проблемы Почему у людей чего-то не получается Вот две Есть другие, но главных две Это паразиты Раз А второе накопление тяжёлых металлов Радионуклида в организме Отчасти биорезонансный метод Может кое-что обнаружить Вот это, кстати, тоже плюс большой Потому что если есть То человеку тогда что надо сделать Сначала пройти антипаразитарку Это один месяц А потом пройти программу По выведению тяжёлых металлов И радионуклидов Это ещё один месяц Либо два В зависимости от степени, так сказать Ну, бывают люди, у кого он там Ртуть Он градусники Семидесятых, восьмидесятых Разбилась в квартире И у человека постепенно накапливается ртуть В организме Вот Или рыбу ест, ел Например, из Атлантического океана Понимаете? Любили Вот тоже, например А бывает, что и вот где-нибудь Зона, где Чернобыль прокатился Да? Бывает? Бывает И там вот различные радиоактивные И, конечно, это влияет на всё Вплоть до онкологии А люди, ну, живут с этим А врачи даже и Не дают рекомендации Обследоваться А стоит это сделать Да, у меня был вопрос Но на который я уже получила ответ Хотела узнать ваше мнение По поводу Вот Уважаемый мною Марвы Агонян Прекрасный человек Который тоже внёс Свою лепту В это движение И у меня был вопрос Почему человек, имеющий Такие знания Так быстро начал угасать Ну, вот я наблюдала И, к сожалению, да Ну, я уже поняла Примерно так поняла Но мне всё-таки, да Интересно послушать Ну, во-первых Марва Агашакина Агоня Всё-таки жила Долгие десятилетия С одной почкой, да Долгие годы У неё в своё время Она рассказывала Какая была проблема И чем она убила почки свои Одним известным Медицинским препаратом Ну, дело не в этом Ну, и в этом тоже А второе Это то, что Вы понимаете, какая штука Знать-то это одно А вот делать Это всё-таки другое Многие известные люди Ведь не всё Как вот знают И правильно говорят Делают лично Руки не доходят Времени хватает Лень Завтра-завтра Оставлю это на Новый год Ну, короче Так жизнь и проходит Это как даже Были сатирические На эту тему Выступления Даже у Задорного Того же Что-то, так сказать Вот, помните, да Там в английский По словарю Там прошло 10 лет Там хотя бы выучить Чтобы можно было По словарю говорить Хотя планы были Свободно разговаривать Ну, и так далее То есть это вот Это касается Любого человека Вне зависимости от питания Там профессии И так далее Вот Ну, и это здесь Ещё фактор Ну, и Конечно, другие Какие-то Которые нужно Просто вот Вот мне интересно Почему, например Тот же известный Николаев Да, вот Сын Очень известного Профессора Николаева Он был сыроедом Известный в этом движении Но вот он Умер от рака По-моему Не помню Толстого кишечника Кстати, не только он А Пятьки тоже Ну, что же Это не говорит о том Что человек на сыроедении Значит, это панацея Потом Мы же не знаем ничего Он подробно о себе не рассказывал Может быть Это человек Который только рассказывает Да, он такой Транслятор этого Да нет Ну, я не думаю Что он человек Который Как-то обман Нет Есть такие люди Безусловно Но не он Вот Ну, во-первых Он тоже рос Был очень больным человеком Изначально Его не мог вылечить И его отец В общем-то В какой-то мере Он рассказывал об этом О себе И он, тем не менее Отсрочил свою Довольно-таки Неминуемую Смерть в более раннем возрасте Вот переходом на сыроедение Голоданиями И так далее Это факт тоже Вот Потом мы видим результаты Положительные В любом случае Они есть От перехода на сыроедение От голодания И так Но тут есть и обратная сторона медали А на это люди уже внимания не обращают А надо бы То есть знать подводные камни На что обратить внимание Ну, как говорится Соломинки подстелить Вот я, например, выпустил видео Которое называется Лечебное очищение и голодание Где я как раз объяснил Почему А мне даже писали Многие люди тогда Годы назад Что, например Вот они по Аганян Начинают Это голодание Да, там На травах и соках Грейпфрутовым Там мед Она там рекомендует Проходить И Им плохо Становится Некоторым Они прям лежат Все Чуть ли не умирают Я говорю Сдайте Анализ на паразит Выясняется Есть И я Тогда выпустил это видео И сказал Что, дорогие друзья Это прекрасно Голодание Это веками проверено Это естество Это все Правильно Но надо к этому Правильно подготовиться Если у вас есть Определенные виды паразитов Ну, какое может быть Голодание Когда у вас Аписторг Печень Я почему это говорил И Аганяна Она говорил Ну, да, да, конечно То есть, я говорю Сначала пройдите Антипрестарную программу Вот потом Пройдет какое-то время Вы накопите силу Там, энергию И так далее Запас жизненных сил Восстановится И потом Пожалуйста Лечебное голодание Сначала На воде Потом там Даже кто-то сухое Ну, правда Под присмотром Тут нужны специалисты На первое время Мало ли что Вот И это да Это правильный подход А когда мы Кидаемся, как говорится Вниз головой С моста Ну, а может Там камни лежат Поэтому вот лучше Все-таки Знать куда Не шныряй Как говорится В незнакомых местах Ну, вот тут то же самое Это надо просто учитывать Ну, и тогда уже Правильный подход будет А то, конечно Десять человек Прекрасно все будет А у одиннадцатого Двенадцатого Проблемы А остальные Будут пальцем тыкать Говорят Вот что К чему приводит сыроедение А это не сыроедение Приводит к этому Или не голодание А это приводит к тому Что были проблемы Которые человек не учел Но ведь мы можем их учесть И тогда мы можем свести Все эти риски Почти к нулю Ну, вот и все Юрий Андреевич Можно я еще один вопрос задам? Не знаю, насколько это корректно Но любопытно все-таки Это связано со спецификой моей работы Сколько вам лет? Это секрет? Секрет? Я просто, знаете, находила Такую информацию В интернете Что Шестьдесят девятый, по-моему Да? Шестьдесят восьмой год Шестьдесят девятый Если я не ошибаюсь Там разная информация есть Ну, была и такая Ну, я говорю, что есть Я Вообще любые вопросы Мне можно задать Да? Я, естественно Всегда честно отвечаю И поэтому я Когда не хочу ответить Честно Я говорю, что я не скажу Вот и все А почему? А с чем это связано? Ну, я бы не хотел это говорить Это связано со спекуляциями На эту тему И с различными Толкованиями И так далее Которые могут Почему Я этот вопрос задаю? Потому что Очень знакомая Понятна мне эта тема Когда у меня спрашивают Сколько мне лет Я называю Да? Я говорю Я восемьдесят пятого года рождения Мне тридцать семь лет И мне говорят Да ты выглядишь на сорок Ну, да? И я понимаю Что у людей Искажено восприятие Некоторые люди Не понимают Вообще Что значит до Да? Как я выглядела Например В те же двадцать семь лет То есть мне приходится Объяснять Долго Объяснять Что в двадцать семь лет Я выглядела Гораздо хуже Чем сейчас У меня были Вот такие Вот такие Вот такие Вот такие Вот проявления Этого всего Но и как бы Это не убеждает Людей Ну, то есть я не говорю Часто напрямую Ну, то есть у меня Есть отдельный там Пост Отдельные сторис Снятые Чтобы человек Да, понимал И мне поэтому Просто очень-очень интересно С чем у вас Это связано Нет, ну это вот как раз С разными Глупыми толкованиями Я не хочу вот эти сплетен И разговоров Над темой Пояснять не хочу А Ну, мне гораздо больше Чем вам, естественно Но Так сказать Это пусть останется За скобками А что касается Вот Вас Вы, кстати Ну, я в этом очень мало Правда разбираюсь Да, потому что Но тем не менее Вот спрошу Ну, мне кажется Я не знаю По крайней мере Если есть какой-то макияж То у вас его мало Сейчас в данный момент Да? Ну, у меня Я сделала в свое время Глупость Сделала такой грубый Татуаж Глаз Это татуировка И губы Я достаточно ленивый человек То есть я не крашусь Я не использую Косметику вообще То есть кожа сейчас Ничем не накрашена у вас Не тонирована Нет, нет Ну, вот поэтому я и говорю А люди часто Сытая к тому, что вы сказали А люди часто Начинают сравнивать с теми Кто на фотографиях Либо Ну, допустим После фотошопа Либо после Так сказать Штукатурки Поэтому, естественно Ну, это же тоже нужно Ну, еще уколы Да, и уколы И уколы, да Но мало ли что еще придумают Или уже придумали Я в этом мало разбираюсь Поэтому Как бы я не использую Никакие средства Ну, это естественно Ну, я мужчина Ну, и стараюсь, чтобы жена Меньше использовала Потому что это все равно Вредно для кожи А если уж использовать Он кокосовое масло Это боятся Воду терять Ну, вот кокосовое масло И все Так что все это вот глупость Тут как раз все больше Вот чисто Бывает как Бизнес Бизнес Ну, порядочный Хороший Когда нужные Правильные вещи Люди продают Вот это меня тоже бесит Когда начинают О, реклама Бизнес Ну и что? Ну и что? Вы, допустим Нет, я просто таким идиотом говорю Вот вы, например Хорошо, едите апельсины Вы сейчас будете Матом нести На того продавца У кого вы покупаете апельсины Представляете, какие есть люди Дебилы? Есть Вот А, так сказать Но есть действительно то Что не нужно продавать Ну, поэтическим Или каким-то иным соображением Или это чистый обман Это 99% всей косметики Потому что она ничего хорошего Не принесет Но сколько убивается Природных ресурсов Энергии Люди занимаются Непроизводственным трудом Ну, то есть производство Но не для пользы А просто для моды Вот И животные бедные страдают И прочее Ну, там мы говорим О косметике массовой Которой тестируется И природный Ну, в общем, это один Одни мин И главное Это вредно для кожи В любом случае вредно Но раньше тоже До революции Использовали белил От которой была онкология Потому что там Перетирали Вы в курсе этот Как его белил Как получали Это свинец Да, да Свинец Свинец А люди, которые перетирали Вот даже Гелировский Описывал в моих скитаниях Вот это подробно Когда он там пробыл Месяц два Ну, ему повезло Он там Дрова колол на улице А там богатыри Которые там Поднимали по 400 килограмм веса И бегом по трапу Сбегали Вот Атаман Репка Например, Титаны Каких сейчас нет Причем тогда не качались В спортзалах Ну, их не было А, так сказать Не один бы Вот взять бы Того Атамана Репку Про которого он описывал И любого Самого сильного На планете человека Ну, он бы просто Его одним ударом убил бы А, как он, кстати, описывал Когда ватагами Они сходились там Ну, это вот Крючничали А потом они там Как Бурлаками сначала А потом они шли Разбойничали Вверх по Волге Ну, и вот Там Это же Сильнейшие люди Ну, это говорит Что Не было человека Кого бы он С одного удара Не убивал Вот это Богатырь Репка Таких тоже Сильных людей Так что Вот Ну, и что Значит Ну, вот он за год За год По-моему Или полтора Он там просто От рака высох И умер Вот это вот То, что касается Свинцовых Ну, и какая-то польза И какая-то красота Мнимая Да и потом Что с кожей было Понятно, что Изначально косметику Вообще придумали Чтобы Про этих Ну, у проституток же Есть Определенные Проблемы Когда кожа гниет Проваливаются Ноздри Да, ну, вот Сифилис И вот это Описано нашими Врачами И учеными Для чего Была придумана В свое время В 19 веке Вот это такая косметика Вот для этого Ну, а Так что Это, конечно, глупость Все страшная Нужна природная Естественная красота Ну, если уж Так сказать Другие проблемы Это уже решается По-другому А так Не нужно Вот Ну, ладненько Тогда что Я был тоже рад Пообщаться Вот Надеюсь Наше видео Понравится Людям Или, по крайней мере Возникнут вопросы Ну, вот Вопросы пишите Прям под видео Дорогие товарищи А я потом Постараюсь разобрать Я постараюсь Чаще сейчас Вести рубрику Ответы на вопросы Вот сегодня Выйдет видео Сегодня у нас Кстати, тоже скажем Сразу в прямом эфире Пока запись идет 30 апреля 12.38 сейчас Вот И вот таким вот образом Ну, в общем Тогда что Софи На этом, наверное На сегодня завершим Да? Да, да Спасибо вам огромное Я очень рада Пообщаться Я благодарна вам За вашу деятельность Вы делаете Огромное Огромное Количество Ну, вы Вы даете Огромное количество Полезного Пользы Несете В общем Я Рада Что у меня Вот есть возможность Вот так с вами Пообщаться Задать вам вопросы Я надеюсь Что Не последний раз Благодарю Благодарю за такие Теплые слова Высокую оценку Да, это, конечно Тоже очень приятно И стимулирует Для дальнейшей работы Хотя, конечно Время Выбирать приходится Иногда я встаю В 4-5 утра Да, вы Вы делаете Просто Такое Я просто Смотрю Сколько Сколько Вы делаете Это меня, конечно Восхищает Тем более, что Это же нужно И дела основные Вести А это Колосса Это разные виды Бизнеса Производств Это строительство Которые у меня идут Там и здесь Да, у меня же Большое хозяйство Вот я сейчас Из Псковской области С вами вещаю Потому что у меня Ну, большое хозяйство Здесь Аграрное И так далее И не только Проектов много Конечно Это не просто все Но Все это Для больших Важных И нужных целей Впрочем Об этом у меня есть Отдельный канал На ютубе Ну На этом Тогда да Я тоже благодарю вас За сегодняшнюю встречу Интересно Безусловно И я прошу вас Сделайте анализы Исследования И все-таки Вести дневник Это не сложно 5 минут в день Вечерком записать Какие-то пару фраз Однако Для будущей аналитики Ваша И же в первую очередь Память человека Она Даже вот Вы знаете Что она стирает То, что человек Не хочет Что-то Помнить Думать А тут Это будет Более объективно Значит правильно Вот А потом В дальнейшем Может быть действительно Будет через какое-то время Тогда Резон Нам встретиться И вот Обсудить то, что было То, что есть По результатам И так далее И это будет польза Для других Я думаю Опыт Такой Будет не безразличен Ну вот Таким образом Ну Всего хорошего тогда До новых встреч До свидания Субтитры Субтитры Субтитры